Всем привет, мои дорогие! Сегодня очередной день, но я его решил немножко поменять. Но речь пойдет как раз о том, как самостоятельно, не бронируя даже какие-то гостиницы, купив только билеты, возможно, изменить свое представление о путешествии. Я согласен, что это не каждому подойдет, и найдутся наверняка люди, которые не согласятся со мной. Но я обращаюсь именно к тем людям, которые готовы к экспериментам, поскольку я всю жизнь занимаюсь экспериментами. Поэтому, наверное, для этих людей это видео окажется полезным. Смотрите, я думаю, что не будет скучно. Увидимся! В 2016 году, побыв в разных частях Крита, мы все-таки решили вновь вернуться на западную часть Крита. А конкретно мне не давало покоя вот это место между двумя рогами, которое здесь указано как Напигея. Это древнее поселение. Меня поразил вот сам по себе этот пляж протяженный. Совершенно уникальное, красивое место. Соответственно, по прибытию в аэропорт это было вечером поздно. Я понимал, что расстояние, которое нам предстоит преодолеть, это большое расстояние, это два с половиной часа. Поэтому делать это ночью не очень хотелось, поэтому мы решили забронировать недалеко от аэропорта гостиницу в пределах самого река Иллиона. Немножко, в принципе, в стороне. И уже с утра отправиться в путь. Вот таким вот образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку путь предстоял долгий, дорога действительно очень хорошая. Живописная и по пути можно много чего увидеть. Соответственно, те места, которые люди, знающие Крит, уже посещали. Класс. Одно из известных мест, действительно интересных и живописных, это поселок Бали. Мы были там несколько раз, проезжали. Это кафе, которое называется Синалакис. Действительно интересное место, красивое, с живописным видом. Ну и, соответственно, мы не могли его пропустить. Поэтому, насладившись завтраком и поправившись, мы вновь отправились в путь. Путь действительно предстоял не близкий. Я вообще люблю путешествовать на машине, поэтому для меня это, скажем так, удовольствие. Особенно в таких местах. Ну, всегда со мной фотоаппарат. Вы знаете, я пользуюсь Сигмой. Поэтому на этот раз тоже это было так. Ну, подъезжая к, собственно говоря, к большому уже городу Летимно. Летимно, как его говорят, да. Мы здесь останавливались. Предыдущие поездки здесь изъездили все. Это действительно очень красивое место. Действительно здорово. Есть куда съездить. Ну, сразу могу сказать, что море, заход в море сам по себе. Во многих местах здесь существует плита, так называемая, каменная. Поэтому есть места, конечно, чистые от плиты. И вы можете это по карте даже на гугле все это увидеть. Город обязательно к посещению, потому что это действительно старый город. Очень красивое здание. Сам по себе город-атмосфера уникальная. Ну, и, конечно, нужно там побывать. Покинав Ретимно мы двигались уже ближе к нашему месту. Тем более, что вот в стороне немножко дальше, где замечательный, знаменитый пляж Гиргополис, который мы тоже очень любим, находится озеро Курнос. Уникальное озеро, конечно, с черепахами. Тоже рекомендую всем к посещению. Хотя там сам про него читал, прежде чем поехать. Ну, никакие впечатления не заменят, собственно, для саму поездку. Мы были там в хорошую погоду в предыдущее время. Но мы двигались дальше. Ближе уже к Ханье. Действительно, очень интересное место, которое связано и с историей тоже города, и с войной. Здесь есть аэропорты, военная база. Ну, вот в стороне находится интересная крепость Аптера. Совершенно фантастическое место само по себе. И находится высоко на горе, на холме. Внизу открывается вид, собственно говоря, и на аэропорт, и на Ханье. Поэтому это место я вам, кстати, рекомендую посетить. Проезжая через Ханье, мы вспомнили места, которые мы посещали, когда жили здесь в первый год. И, соответственно, вспомнили уже Ланеплатаниас, где были, Нигерани, куда ездили. Афрата Бич, совершенно фантастическое место с минимум народа. Но оно находится уже на одном из рогов Крита. Поэтому такое интересное само по себе. Ну, и, собственно говоря, последний перевал. И мы уже находимся на съезде в район пляжа Дропаниас. В этот раз мы, конечно, уже не пропустили съезд. Здесь их несколько заездов. Ну, вот один из них находится как раз вот здесь. Ну, и, собственно говоря, дальше наше путешествие уже стало таким действительно интересным. потому что само по себе место, скажем так, не такое туристическое, но меня оно захватывало всегда. И я считал, что я смогу, скажем так, найти там место. Пляж совершенно фантастический. Фантастический, песок. Есть кое-где галька. Но никаких плит здесь нет. Заход очень хороший. И пляж огромный. Поэтому здесь найдется место каждому. Дальше по дороге, если ехать, эту дорогу знают те, кто путешествовал к Грамвузе и на Балас. Поскольку замечательный городок Кисамос, который мы тоже обожаем. Настоятельно рекомендую к посещению этот курортный город. Совершенно очень красивый, самобытный, с совершенно уникальной архитектурой. Ну, и многие, кто едет на Грамвузу, на Балас, останавливаются в Самомке Самоси. Значит, почему мы выбрали эту часть Крита на этот раз? Потому что когда вы планируете туда поездку, конечно, выбрать какое-то место, с которого уже как бы как база вы могли посещать множество мест. Ну, вот на карте вы видели, что здесь недалеко находится, как и, собственно говоря, Иханья, относительно близко. Балас находится, Фалосарна, которая совершенно фантастическое место, один из лучших пляжей, я считаю, на Крите. Дальше это Сфинари пляж, это пляжи, которые все знают, или Фалуфаниси, уникальный остров, который отделяется, и, соответственно, туда все ездят, Кедродарос, ну, и Южный Крит, это Грамена, которую я сделаю в обзор, вы, если будете смотреть видео, покажу, что это такое, я его заметил на карте, но в этот раз нам удалось его посетить. Это недалеко от Палеохоры. Дорога, кстати, к Палеохоре очень хорошая, поэтому в тот раз мы планировали посетить и Палеохору, ну, насчет Суи не знаю, но смотрите видео, я думаю, что вам будет интересно первый день как раз поиск жилья, и здесь могу сказать, что кто еще тут всегда найдет, как говорится, и всегда можно найти жилье самостоятельно и забронировать его. Тот день закончился, что мы нашли жилье, соответственно, поехали уже за продуктами обратно в Ханью, поскольку там большие гипермаркеты, у нас было время до момента, пока вернется хозяева, хозяйка, поэтому мы это время провели с пользой, привезли все продукты, и вечером уже у нас был ужин со свежей рыбой. Смотрите мои видео, я думаю, что вам понравится, до встречи в день второй. «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok